Благослови, Душа моя Господа, Благослови, и святой Господи! Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя, и без святой Его! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы неоднократно слышали у святых отцов, что жизнь христианина протекает между страхом и надеждой. Жизнь как спасение, как путь к спасению. И состояние такое, если человек внимательно относится к своей жизни, и замыслу Божию о своей жизни, оно достаточно напряженное. То есть это напряженное состояние. Между тем, что человек боится, страшится как гибели своей души и надеется на спасение своей души. И здесь нужно быть очень мужественным человеком, чтобы находиться всю жизнь, проживать эту жизнь на какой-то, как бы идти по лезвию бритвы, на какой-то грани находиться. К сожалению, большинство из нас, наверное, большинство из нас так не могут. И из этого проистекают некие особенности духовной жизни, некие крайности духовной жизни. И вот сегодня об этом бы хотелось поговорить. С этими крайностями сталкиваешься, как священник регулярно, в частных беседах, на исповеди, в общении межличностном. Когда, с одной стороны, люди говорят, в частности на исповеди, что Бог их никогда не простит, что Бог такой грех простить не может, что я погибну, и доходит того, что человек даже боится смерти, не как таковой смерти, что он больше жить не будет, а для него смерть и ад – это идентичные вещи. И я неоднократно сталкивался с таким явлением, когда, начиная от молодых людей, даже от отроков, заканчивая старцами, в смысле стариками, люди боятся смерти не потому, что смерть, она вообще как бы неприятна и ужасна для человека, а по той причине, что они ждут ада. И поэтому они всяческими способами стараются избегать смерти, болезни, чтобы не заразиться и так далее. Но не потому, что они боятся, что они проживут 60 или 70 лет, а потому, что ад ждет их. И вот это состояние такой души, что уже предопределенной гибели для себя, оно ужасно, оно страшно. И мы сейчас поговорим, почему оно ужасно, это состояние души. А мы теперь берем другую сторону. С этим тоже часто сталкиваешься, когда человек, зная, что есть опасность адских мук, задает, выбирает для себя программу действий. Конечно же, у него есть Евангелие, у него есть святые отцы, но если доподлинно следовать Евангелию, это достаточно сложно и невозможно, наверное, то человек снижает градус какого-то своего внутреннего напряжения, он, допустим, выбирает какие-то святоотеческие советы, конкретные советы, и чаще всего эти советы лежат в области, практической области церковной жизни. То есть определенное количество причастий в месяц, определенный состав пищи во время постных дней и постов, определенное количество молитвословий в течение суток, псалтыри, Евангелие, апостолы, вечерние, утренние молитвы и так далее. И человек создает для себя некие инструкции, которые он должен выполнить. Что дает выполнять эти инструкции? Человек чувствует себя спокойным, человек себя чувствует самодостаточным, потому что если выполнишь определенный свод правил и набор этих правил, то в принципе тебе спасение гарантировано. Таким образом человек избегает внутреннего беспокойства, внутреннего страха, чувства неопределенности. То есть что здесь мы видим? В одном случае чувство неопределенности толкает человека к поражению, то есть он заранее погиб. В другом случае, может быть, если человек более силен характером, и волевой человек, то его это толкает к борьбе. К борьбе, результатом которой является внутреннее спокойствие. Человек, может быть, себя не признается, но он внутренне гарантирует для себя это спасение. И вот две эти ситуации, два полюса. Как ни странно, в этих полюсах есть нечто общее. Общее – это очень тонкая гордость, которая присутствует и в первом, и во втором случае. Мы часто говорим о гордости, когда человек задирает нос, когда он считает себя лучше других. Но давайте вспомним плоды гордости апостола Иуды, который отчаялся и повесился. То есть отчаяние – это тоже результат и плод внутренней скрытой гордости. Таким образом, эти два полюса, эти две крайности, они, как на неком фундаменте, стоят на внутренней такой очень скрытой, скрытной гордыне, которая есть в сердце человека. Что здесь еще общее? Что здесь нет Христа. В жизни. Конечно, мы берем крайние случаи. Это важно понять, что в идеале вот именно такого и такого человека, наверное, абсолютно нет в идеале. Но мы берем усредненный тип людей. Нет Христа в каком смысле? Если человек отчаивается и считает, что он погиб, и его ждут только адские муки, то получается, что мнение о своем спасении, там нет Христа в этом мнении. То есть вообще не присутствует Христос. То есть он получается слабый, нелюбящий, немилосердный, не способный что-то изменить в твоей жизни, что-то сделать с тобой по своей любви. То есть Христу, то есть Богу отказано во всемогуществе и в любви, и в милосердии. Что это? Это не гордыня? И когда человек себя самоукоряет, самоуничижает, там с землей сравнивает, но приходит к результату, к унынию и отчаянию в своем спасении, это не смирение. Это адская гордыня. А почему, из чего она проистекает? Человек трезво и здраво смотрит на свою жизнь и видит действительно, что он сам себе не может простить этот грех, этот грех и этот грех. Объективно это? Объективно. Человек видит, что он не способен спастись. Объективно это? Объективно. Кто бы спорил? Конечно, он не может спастись. Но если нет Христа, вот что за скобками получается. То есть, действительно, он не может быть прощен, он не может спастись. Потому что сам себя не можешь простить и сам себя не можешь спасти. Но Христос может, а Христа нет в этой ситуации. И в то же время тот человек, который из кожи вон лезет, выполняя скрупулезно все указания, уставы, церкви и прочее, там тоже нет Христа. Порой кто-то может себе спросить, друг другу спать, а как ты спасаешься? То есть, не тебя Христос спасает, а как ты сам спасаешься? То есть, человек спасает сам себя. Возможно ли это? Это невозможно, в принципе. Об этом много веков говорили с ситуацией, что себя спасти невозможно, в принципе, никаким способом. Потому что все твои усилия, они тщетны. Это мелочь по сравнению с даром спасения. Потому что это дар, это подарок. Это очень важно понять, что спасение – это подарок и дар от милосердного Бога. Вот. А здесь тогда уже некая ситуация возникает, ситуация некой неуверенности. А вдруг он не захочет? А вдруг? И здесь уже, если отойти от отчаяния или от какого-то самоуверенности во своем спасении и занять некую позицию, нормальную христианскую позицию, то здесь дать надо право Богу, право Богу спасать нас. То есть, человек должен дать внутри себя право Богу спасать нас. Это кажется очень легко. На самом деле, это очень легко. Чтобы так дать право Богу внутри себя, нужно отвергнуться, не знаю, внутреннего я, своего эгоизма, своего мнения о себе, об окружающем мире. То есть, немножко забыть о себе. А это очень сложно, дорогие братья и сестры. Это целая работа с собой. И то с великой помощью Божией. Потому что, человек тогда должен жить доверием Богу, надеяться на Бога, уповать на Бога. А что у нас происходит? А в нашем сознании Бог такой, что от Него хочется куда-то деться подальше, убежать. Хотя не убежишь, как сказал пророк Давид. «Если в ад сойду, ты там», сказал пророк Давид. А почему у нас такое отношение к Богу возникает? Потому что восприятие Бога, оно формируется, начиная с самого раннего детства. Это через образ отца. Проблемы с родителями у многих. Люди и без отцов живут. Проблемы восприятия, как бабушка рассказала внуку, какой Бог. Пугали ли Богом ребенка, или не пугали. Потом ребенок возрастает, он обращается в церковь. И хорошо, если ему повезло с духовником. Это был любящий, мудрый, рассудительный человек, который взял эту душу и понес ее, повел по жизни. А если его и в церкви запугали этого подростка, или юношу, или девушку. А потом этот человек стал читать Священное Писание, Святых Отцов, и он только увидел в каждой строчке ад, пугание, грех, такие понятия. И он не увидел, мимо него, мимо его сознания прошла любовь, милосердие, свобода, радость. И вот такой человек уже сформированный внутренний человек своим внутренним представлением о Боге. Но это не Бог ему дал такое представление. Человек сам сфероморал в себе, но может быть и через свое окружение такое представление о Боге. Но это представление может быть уродливым, оно может быть извращенным, оно может быть, скорее всего, не имеет никакого отношения к Богу. Это наше представление. И здесь нужно большое мужество и глубокая вера, надежда на любовь Божию, именно расстаться с этим представлением о Боге, с таким ложным представлением, как о Боге-мучителе, как о Боге-тиране, диктаторе, и увидеть в Боге любовь, милость, радость. И, конечно же, самому человеку, наверное, это невозможно сделать. Но если человек будет призывать на помощь этого любящего Господа, Господа Иисуса Христа, просить Его о том, чтобы Он вразумил Его, чтобы Он ему дал верное представление о Нем, как о любви, чтобы Господь именно Сам спас Его, не по делам самого человека, не по его каким-то трудам и подвигам, а по Свою милосердию, то сердце исполнится надеждой на милосердие Божие, на спасение во Христе. И при этом можно быть уверенным, что человек не будет и грешить, и человек может быть еще праведнее жить, потому что он живет с надеждой на Христа. Благослови, Души моя Господа, Весья внутренняя Моя имя, Святой Его, Благослови, Души моя Господа, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова